здравствуйте с вами снова александр и я хочу вам сегодня рассказать о новиночке компании easy walker это очередная коляска для скажем так путешественников эту коляску можно брать ручную кладь весит она всего лишь 6 килограмм поэтому она как нельзя лучше подходит для путешествий для торговых центров поликлинина куда угодно когда вы не хотите брать свою большую коляску можно обойтись ею тем более с трех месяцев можно ее эксплуатировать и максимальный вес ребенка она выдерживает 15 килограмм для такой миниатюрной колясочки 15 килограмм это уже три годика где-то в среднем поэтому достойный результат называется эта коляска вообще вся серия называется там бай мини здесь просто я сейчас покажу на экране фотографии у них есть модельки расцветкой похоже очень на раскраску автомобилей мини купер поэтому она называется такой бай мини эта линейка и модель называется baggy xs так что сегодня с вами ее и изучим музыка 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, начнем мы с вами ее изучение сверху вниз, с ручки. Технические характеристики я вам уже назвал, так что вы понимаете, что она из себя представляет. Вот ручка. Ручка, она по высоте не регулируется в этой коляске, но высота у нее, вот у меня 186 см рост, и мне прям отлично подходит эта высота. Даже при росте метр семьдесят пять, метр семьдесят, вот эта высота, в принципе, обычно всегда подходит. Поэтому, если вы там, может быть, чуть ниже или выше, примерьтесь, попробуйте. Она обита вот-то прорезиненным таким материалом, мягеньким, приятным. Ну, немножечко по ощущениям тонковатая. Была потолще, был более такой уверенный хват. Хотя ребенка вы в любом случае будете держать так колесочку уверенно. Что касается козырька и материалов в целом. Материалы очень приятные. Они действительно очень качественные, строчечка ровненькая. Вот к качеству материалов не придраться. Можно даже назвать это премиум сегменту. Вот такие материалы используются всегда в дорогих колясочках. Вот. Козырек, вот сейчас вы видите, он в штатном положении. Но его можно увеличить. Открываем замочек и увеличиваем козырек. В принципе, если сверху, я смотрю, вот вы видите, она по бампер. В принципе, достаточно. В большинстве случаев. Здесь вот москитная сеточка. Летом будет полезна. Вентиляция хорошая. В лютую, зиму все равно вы ее использовать не будете. Поэтому классно продумано. Так. Давайте посмотрим дальше. Что касается сидения. Вот мне в этой коляске что понравилось? Сидение здесь достаточно высокое. Единственное, угла в 90 градусов нет. Многие родители хотят, чтобы ребенок сидел под 90. Но производители этого не делают. Это вредно для позвоночника ребенка. Он еще маленький ребенок. Нагружать позвоночник ни к чему. Поэтому спинки чуть-чуть завалены. Вот. Кстати, давайте посмотрим сразу о спинке, как она регулируется. Коляску можно использовать с трех месяцев. Поэтому здесь градусов 170, я думаю, где-то есть. В принципе, неплохо. Сзади можно откинуть вот эту штучечку. И у нас такое смотровое своего рода окошечко с дождевичком, с пленочкой. Можно сделать вот так. Летом в отпуске, если жарко, это очень актуальная тема, чтобы такой микроклимат создать ребенку. Чтобы у него там все продувало. Он там не прел. Очень-очень хорошее решение. Плюс, даже если прохладненько, она закрывается внахлест и ребенку не поддувает ниоткуда. Регулируется тоже вот так вот ремешком. В обратном порядке вот так вот делаем. И все. Так, что касается самого сиденья. Как я говорил, спиночка высокая. Точные характеристики в сантиметрах. В описании добавлю. Пройдите, посмотрите. А так, в принципе, хорошая высота. В спинке очень приятный. И здесь тоже материал. Он отличается от верхнего материала. Более такой мягкий, что ли, плюш. Ну, не плюш, но более тактильно приятный. Вот. И, соответственно, здесь снизу тоже, как своего рода, наполнитель мягкий. И ребенку достаточно комфортно. Что касается безопасности. Все стандартно. Пятиточные ремни, мягкие накладки. И в паховой, и в плечевой зоне. И бампер. Бампер, что бы я отметил из минусов. Бампер не откидывается калиточкой, чтобы посадить ребенка. Он только весь снимается. Я вот не знаю, мне не очень нравится, когда так. Лучше, удобнее, когда он откидывается калиточкой. И это удобнее сажать ребенка. Подножечко, естественно, регулируемое. Вот, снизу подножка тоже. И, как бы, ступенчика, чтобы ребенок мог залезть, когда подрастет. По сиденью, в принципе, все понятно. Давайте сразу покажу вам багажник. Багажник, в принципе, неплохой. Размер достаточно большой. Жесткий каркас. Что портит? Портит вот эта перегородочка. Надеюсь, вам сейчас видно. Перегородочка, которая мешает положить туда более крупные какие-то вещи. Ну, в принципе, не думаю, что вы будете здесь пакет из магазинов таскать. Вот, давайте теперь посмотрим на шасси, на амортизацию. Спереди, в принципе, она есть. Сзади вот так вам виднее, наверное, будет. Вот, вы видите, что амортизация есть. В подобных колясках, чтобы была амортизация, это достаточно нечастое явление. Поэтому ставим плюсик в этом отношении. Колеса здесь полиуретановые, не надувные, естественно. Передние, возможности блокировки. Это все стандартно. Что касается тормоза, самый нормальный тормоз. Ну, еще лучше, когда он на ручке. Ну, так тоже хорошо. Мы ставим и снимаем с тормоза всегда нажатием сверху. Не ковыряем и не портим обувь. Здорово. Так, что я еще вам не показал? Насчет рамы. Рама металлическая. Поюзал как мог, понажимал. В принципе, ни люфтов, ни скрипов, ни бряканий каких-то, что может раздражать вас в поездке, я не заметил. Поэтому, мне кажется, с этим все нормально. Практика, как говорится, покажет. По ощущениям все качественно. Так, давайте теперь в сильную сторону. Как она складывается? Чтобы ее сложить, здесь на ручке с обратной стороны маленькая кнопочка, ее нажимаем и параллельно нажимаем вторую большую кнопку. После чего берем, опускаем коляску вниз. До щелчка. Вот фиксатор, который заблокируется, когда вы ее сложите до конца. И вот, пожалуйста, ручная кладь вам обеспечена. Можно брать с собой самолет. Вот. И при весе в 6 килограмм, ну, я не знаю, в принципе, для путешествий идеально подходит, мне кажется. Так, раскладываем обратно. Все, в принципе, сама как кормушечка разъезжается. И фиксируется. По рулежке, по ощущениям, она очень маневренная. И, как бы, такая прям, как пушиночка ощущается. И, я думаю, будет доставлять удовольствие в прогулке ребенку и родителям. В принципе, по коляске, что хотел рассказать, я вам рассказал. Подытожу. В двух словах, на рынке, в принципе, много моделей колясок и подешевле есть. Но, если вы хотите более премиальные материалы, если вам важен еще и дизайн, а если у вас еще и мини-купер, то вы можете подобрать расцветочку, очень такую подходящую для этого автомобиля. Там с флагом они, я вам на картинке уже показывал, сейчас еще раз покажу, чтобы напомнить. Вот. По дизайну они реально круто выглядят и цепляют взгляд на улицы. Поэтому вот за это иногда тоже люди готовы платить. Поэтому здесь чуть-чуть больше она стоит, чем, может быть, похожие коляски, но есть и, соответственно, коляски и подороже. Тут она такое, что-то среднее позицию заняла. И, в принципе, очень хороший, достойный продукт получился у компании. Плюс Изи Волкер, это такой бренд достаточно серьезный. У них практически нет обращений по гарантии. Я думаю, тут как бы смело можно доверять. По удобству для ребенка тоже вопросов нет. Большое место мы мерили уже детей в такую коляску. Всем нравится. И мне, в принципе, тоже. Она достаточно комфортная, удобная посадка, сиденье. Ребенок не соскальзывает с нее, как часто бывает. Вот. Поэтому я думаю, что будете довольны. Если в путешествии ищите, как вариант, обязательно обратите на нее внимание. Я думаю, она вас по всем параметрам устроит. И вашего ребенка, естественно, тоже. Вот. Если это видео вам было полезно, интересно, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Это очень важно. Это помогает мне делать для вас новые обзоры детских товаров и колясок, естественно, в том числе. И большое спасибо первой коляске за то, что предоставили на обзор колясочку Изи Волкер. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. До свидания.